СИРА СУМАТОХА СИРА СИРА СУМАМИ, ЧТОБЫ ТОТ РАЗРЕШИЛ ВОЗИТЬ К НЕМУ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. ПОСЛАННИК АЛЛАХА, ДА БЛАГОСЛОВИТЬ ЕГО АЛЛАХ И ПРЕВЕСТВУЕТ, РАЗРЕШИЛ СДЕЛАТЬ ЭТО. ЕМАМА. ТЕРИТОРИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ АРАВИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА. МУСАИЛИМА КАЗЗАП, ЧЕЛОВЕК, ОБЬЯВИВШИ СЕБЯ ПРОРОКОМ ПРИ ЖИЗНИ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА, ДА БЛАГОСЛОВИТЬ ЕГО АЛЛАХ И ПРЕВЕСТВУЕТ. В связи с лжепророчеством получил прозвище Кеззаб. Несмотря на это имел многих последователей среди соплеменников. Мусалима умер во время правления халифа Абу-Бакра. Его убил Вахши, который стал причиной смерти Хамзы, да будет доволен им Аллах при уходе. ПОХОД НА БАНУ ЛИХЯН Бану Лихьян – племя, ставшее причиной трагического инцидента в Раджиге. Проживало вблизи Мекки. Настало время отомстить Бану Лихьян за сподвижников, погибших в Радже. В месяце Раб-Иль-Авваль, шестого года Хиджри, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повел на Бану Лихьян отряд из двухсот своих сподвижников. Услыхав о его появлении, Бану Лихьян разбежались и попрятались на вершинах гор. Мусульмане не смогли никого захватить. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, оставался там в течение двух дней, рассылая вокруг отряды мусульман, но и они никого захватить не сумели. Напомнив о себе таким образом курайшитам, мусульмане вернулись в Медину. Восстановленный брак Зайд бин Хариса по поручению посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, в месяце Джумад-аль-Уля, шестого года Хиджри, во главе двухсот семидесяти всадников захватил караван курайшитов, возглавляемый зятем посланника Аллаха, да будет доволен им Аллах и приветствует, Абуль-Асам, которому удалось ускользнуть от них. Он явился к Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, и обратился к ней с просьбой о заступничестве, а потом попросил ее поспособствовать тому, чтобы посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, вернул ему захваченное имущество, и она выполнила его просьбу. Пророк, да благословит его Аллаха и приветствует, посоветовал людям вернуть захваченную ими добычу, и они вернули ему абсолютно все. Абуль-Ас возвратился в Мекку и отдал доверенное ему имущество владельцам, а потом принял ислам и переселился в Медину, где посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, вернул ему Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, после трех с половиной лет разлуки, восстановив брак между ними. Поход на Бану-Аль-Мусталик, известный также, как поход на Аль-Мурайси. Бану-Аль-Мусталик было племенем из рода Хузаа. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, узнав об их приготовлениях напасть на Медину, срочно собрал 700 воинов и выдвинулся им навстречу. Мусульмане добрались до колодца Мурайси, где разбили свой лагерь представителей Бану-Аль-Мусталик. Мурайси – водный источник племени Мусталик, расположенный недалеко от Красного моря. Мусульмане напали на них неожиданно, воины разбежались. Мусульмане взяли в плен их женщин и детей, а также захватили добычу. Среди пленных находилась дочь вождя Бану-Аль-Мусталик, Джуваирья, да будет доволен ею Аллах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, отпустил ее на свободу, а потом женился. После этого мусульмане отпустили на волю всех захваченных, те же приняли ислам. В ходе этих событий имело место несколько неприятных случаев. После завершения похода у колодца, к которому приходили за водой люди, подрались мухаджир и ансар. Каждый призвал соплеменников в себя в подмогу. Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, пришлось вмешаться и решить ситуацию мирным путем. Узнав об этом, Абдуллах бин Убей разгневался и воскликнул, «Если мы вернемся в Медину, то более могущественные непременно изгонят из нее презренных». Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, вызвал Абдуллу и бин Убейю к себе и спросил его о произнесенных словах. Глава лицемеров заявил, что не говорил подобных вещей и в знак доказательства выпил воду, на которой поклялся. После этого события Аллах Всевышний не спослал суру мунафикун – лицемера. В ней раскрывается истинное лицо лицемеров и ложь Абдуллы и бин Убейи. Мунафикун – 63-я сура Курана, состоящая из 11 аятов. Клевета Возвращаясь с похода на Бану Аль-Мусталик, посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, вначале остановился, но потом объявил, что следует продолжить путь ночью. В походе была и Айша, да будет доволен ее Аллах, которая в это время вышла из своего паланкина, чтобы удовлетворить нужду. Вернувшись в лагерь, она заметила, что оборонила свое ожерелье. Айша, да будет доволен ее Аллах, вернулась назад и стала его искать. В это время сопровождавшие ее подняли паланкин и погрузили на спину верблюда, не заметив отсутствие жены пророка. Не найдя в лагере никого, Айша, да будет доволен ее Аллах, решила дожидаться людей, надеясь на то, что они обнаружат ее отсутствие и вернутся. Что же касается Сафана бин Муатталя, то он двигался позади остальных воинов. Добравшись до лагеря, он обнаружил там спящую Айшу, да будет доволен ее Аллах. Сафан опустил на колени свою верблюдицу, на нее села супруга посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего. Потом они добрались до войска. После этого люди стали выдвигать против Айши ложные обвинения в измене, главным же клеветником был Абдулла бин Убей. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, тоже не находил себе места. К тому же на какое-то время ему перестал являться в Ахи. Это событие подорвало здоровье Айши, да будет доволен ее Аллах, и она сильно заболела. Через месяц Аллах Всевышний ниспослал суру Нур, через которую оправдал действия Айши, да будет доволен ее Аллах, и опроверг клевету. Абдуллах Всевышний ниспослал